Привет, друзья! И у нас сегодня с вами очень интересное видео, очень интересное сегодня занятие. Мы будем испытывать, так сказать, семена астр на схожесть и подготавливать их к посеву. Собственно, как это все будет происходить? Я уже 4 пакетика таким образом подготовила и сейчас просто вам объясню, как это все должно быть. Вам понадобится вот такая вот небольшая тара, ну это ладошку, просто обычная пластиковая баночка высотой около 3 сантиметров. Мы в нее насыпаем буквально 3-4 гранулы марганцовки и заливаем водой примерно на 2 сантиметра. И потом в эту воду мы помещаем семена из одного пакетика. И оставляем это, немножко деревянной палочкой помешаем и оставляем эту мисочку на полчаса, час, то есть, ну на столько времени, насколько у вас есть возможность. Минимум полчаса, максимум 12 часов. Вот. По сути это не навредит семенам никак. Значит, для чего мы это делаем? Сейчас я покажу уже вариант, который я проделала. Я покажу вам два варианта. Вот у меня одна баночка. И сейчас еще вторую покажу. Вот вторая баночка. Как вы можете видеть, часть семян плавает на поверхности, а часть находится на дне. Но я думаю, что видно, вот на просвете через бумагу видно, что вот тут вот на дне плавают семена. Семена, такие как бы пятнышки черненькие на дне, это семена, которые упали на дно. Здесь немного, а вот здесь побольше. Сейчас попробую как-то их показать. Ну, в принципе, видно, то есть те, которые плавают на поверхности, они двигаются, движутся. А вот те, которые на дне, вот семечка лежит на дне. Вот на дне семечка. Вот эти вот черненькие, которые не двигаются, это семена, которые на дне. Вот они, вот тут семечка, вот семечка. Значит, для чего мы это делали? Во-первых, марганцовка обеззараживает семена. Например, если семена чем-то покрывались, опрыскивались чем-то для лучшего хранения, для лучшей лёжкости. Возможно, их во время хранения неправильно хранили, не при нужной температуре, или условия какие-то были нарушены. Семена мог повредить грибок, или какие-то, в общем-то, какая-нибудь зараза. И для того, чтобы обеззаразить семена переспотя, мы их вот так вымачиваем в марганцовке. Это первое. Второе. Таким образом, мы проверяем, как бы убиваем двух зайцев, обеззараживаем, и во-вторых, проверяем, насколько всё-таки продавец нас обманул. И мы видим, что практически, ну вот возьмём вот эту баночку, да, и, скажем, возьмём общий вес, общий объём семян за 100%. И наглядно видно, что где-то процентов 30 только здесь хороших, качественных семян. А остальные, то есть те семена, которые плавают на поверхности, мы можем смело выкинуть, потому что они не зайдут. А те, которые на дне, это семена тяжёлые. То есть, почему семена плавают? Потому что они лёгкие, и, скорее всего, от них одна кожура осталась. Если семечка тяжёлая, имеет сердцевину, то есть внутри, вот, как бы, росток жизни внутри, то оно падает на дно баночки. Значит, оно имеет схожесть. И мы сейчас с вами будем их вылавливать. Их нужно выловить для того, и, как бы, уложить на бумажку, чтобы они высохли. И в дальнейшем мы просто их сеем, как обычные цветы, в землю, на поверхность, то есть в рассадочные ящички. Так, теперь ещё есть вопрос. Я вот взяла ложечку, потому что так как-то, мне кажется, удобнее. Ещё есть вопрос, почему мы их вылавливаем, почему нельзя, например, слить эту воду, оставив семена, например, через марлю. Ну, во-первых, марганец довольно хорошего цвета получился. То есть это, как бы, хорошая, как сказать, основа. То есть мы в этой же воде можем испытать ещё другие семена. Это не обязательно делать с астрами, можно с другими семенами, вообще с другими сортами цветов, во-первых. Во-вторых, во-вторых, перед посадкой в землю мы этой же водой проливаем саму землю. То есть мы её увлажняем и также обеззараживаем этой марганцовкой. И только после этого мы уже сеем семена. Значит, мы же всё равно, когда вот вы сеете семена, вы кладёте, допустим, в горшочек, в коробочку, там, в ящичек землю, насыпаете, и вы её проливаете. Но некоторые проливают, допустим, кипятком, некоторые просто водой немножко сбрызгивают. Я проливаю вот такой марганцовкой, в которой мы вымачивали семена, и вполне спокойно. То есть, например, если землю вы, это опять же, какой даёт плюс, то есть землю вы, например, купили, если это не ваша личная земля, которую вы заготовили с лета, с осени точнее. То есть вы, скорее всего, землю купили в магазине, значит, она тоже может быть заражена. Поэтому, чтобы подстраховаться ещё и с землёй, мы её должны обеззаразить на всякий случай. И вот есть несколько таких вот способов. То есть можно кипятком, можно марганцовкой, можно землю проморозить в холодильнике. Либо, если, допустим, вы землю купили, скажем, не вот только, там, неделю назад ходили в магазин, купили, а, допустим, купить её в декабре и положить пакеты, мешки с землёй на балкон, чтобы у вас земля промёрзла, хотя бы, там, недельку-две она полежала на морозе и была готова к посадке. В таком случае её проливать дополнительно марганцовкой или кипятком не нужно. Вот. И сейчас мы с вами выловим все семена и положим их, чтобы они подсохли. Потом будем сажать уже как обычные семена. А в эту воду я буду повторно закладывать уже другие семена. У меня здесь ещё осталось 4 пакетика и как раз 4 баночки. То есть, как я вам уже сказала, я готовила заранее, буквально за несколько часов, 4 баночки у меня с теми же астрами, с теми же семенами, только я это не снимала.